Спасибо большое, добрый день, товарищи на карельме. Я очень рад, потому что мне предоставилась возможность выступить перед вами и увидеться с вами, встретиться с такой весьма представительной аудиторией. Я в большей степени оттолкнусь от того, что на той политике, которую проводит Ежеска, связано с устойчивым развитием. Поэтому многое очень записано, многое очень сказано, понимание устойчивого развития самое разное. И тема моего выступления заключается в своей лекции соображениями устойчивого развития университета. А что вообще такое устойчивое развитие университета? Как действовать, чтобы это устойчивое развитие было устойчивым? Дело устойчиво, это ощутимо. Важно очень понимать в оценке действий. Нацентник деятельности устойчивого развития университета оценивает то окружение, то ситуацию и то время, в котором мы живем. Результаты проекта, которые я буду рассказывать, это проект, который мы начали в 1992 году, уже далеко-далеко, даже немного раньше, уже почти 30 лет. Мы тогда понимали, что тогда мы работали в очень маленьком ВУЗе, в этом ВУЗе было 2800 студентов, по завершению трансформации на 2015 год, это было порядка 130 тысяч студентов. Примерно такие параметры для начала разговора. Мы понимали, что меняется парадигма развития образования, что, прежде всего, определяются изменения, которые мы наблюдаем, они определяются теми изменениями, которые происходят вокруг нас. Такими изменениями мы, если мы могли наблюдать, если мы берем за 10 лет, какие изменения произошли за 10 лет, то мы видим, что 10 лет назад самые крупные компании, 10-то, самые крупные компании мира, это были компании нефтегазового, сырьевого, перерабатывающего сектора. То есть фактически университеты были настроены на то, что их выпускники будут работать в этой сфере. Мы прошли 10 лет, и сегодня ни одной компании сырьевых нет, в числе лидирующих десяток. Сегодня вышли новые компании, которые позиционировали себя абсолютно великой, такими, как скажем, Google, Facebook, тот же Microsoft, тот же Apple, так далее. Это компании, которые по объему предошли абсолютно все сырьевые, нефтяные, газовые. Что это значит для университета? Для университета это означает, что сменилась среда, для которой мы готовим к карту. Она вот сменилась, эта среда, она другая. На что сегодня мы должны отреагировать на то, что наши выпускники, они будут работать в этих сфере. Они уже должны работать в этих сферах. Следующая позиция. Очень важно, как же мы оценивали ситуацию изменения, скорость изменения технологии. Последние, скажем, тоже 10 лет, даже немножко больше, можно сказать, что тренды примерно такие. Сменяемость технологий, даже сменяемость, скажем, парадигмы технологических, она на сегодня уже где-то, ну, примерно где-то 2 года, 2-3 года. Каждый год Apple меняет свои телефоны, да, каждый год Microsoft меняет свои сорты, каждый год меняется, ну, как бы, с ног на голову. Ну, берем, скажем так, примерно 2-3 года. Что это означало для устойчивого развития университета? А это вот уже интересный вывод. Мы начали заниматься исследованием, я лично руководил достаточно большим количеством исследовательских тем, связанных с оценкой качества образования и с понятием очень простым. Знания, на какие знания доступны студентам? Знания, какой возраст этих знаний, которые доступны студентам? Какие у нас знания, когда они созданы, которые привносятся в студенческие аудитории? Какой возраст этих знаний? Понимая, что технологические парадигмы меняются там каждые 2-3 года, нам надо было, во-первых, ответ, а что происходит в образовании, и нужно было получить ответ на второй вопрос, а что же в этой ситуации делать. Значит, мы по первому вопросу получили совершенно ужасные результаты. Мы пришли к выводу и докладывали на всех известных конференциях ICDE, буквально на всех практически ЕДЭ, на конференциях ЕДТУ, на американских конференциях, конференциях Юго-Вассочной Азии, Сеуле и Гонконге. Мы пришли к такому выводу, что самое смежное знание, которое представляется сегодня нашим студентам в российских аудиториях, так в среднем, в среднем, наговаривались сразу, потому что могут быть исключения, примерно 10 лет. Это идеальный вариант. Практически получалось, что это идеальный модель. Но даже в рамках этой идеальной модели, при смене паратехнологически-паратизмных 2-3 лет, наши выпускники встают на 2-3 поколения, минимум. На 2-3 поколения. То есть мы их учим к тому, с чем они уже в практике не встретятся. Это вызывает, и это до сих пор вызывает серьезный такой диссонанс, потому что работодатели, многие производства обновились и живут уже в этом режиме. Они ждут выпускников университетов, что они придут и подготовлены, а они приходят, как сам взглядами, на 2-3 поколения. Проводя исследования в разных университетах, в том числе в ведущих университетах Российской Федерации, такие как космические университеты, университеты стали из плава, мы пришли к еще более ужасным результатам. Результатом это со слов, по опросам, что нам рассказывали в этих университетах, что они считают студентам учебники и методические материалы, которые им доступны, они написаны на материалах 30, 40 и 50 лет. К сожалению, это реакция. И у нас была задача найти решение, как же вообще-то к этому подойти, что можно изменить. И мы сориентировались за то, что все изменения, которые возможны, конечно, локомотивом могут быть только информационно-коммуникационная технология. Ничто другое, никакой другой локомотив не вытащит университет, но из того положения, из того состояния. Так что это хорошо понимание, что роль университетов меняется еще в связи с формирующимся обществом, основанным на знаниях. Нравится кому-то эта терминология, не нравится кому-то, это не так на самом деле важно, потому что компаний, сегодня работающих в области генерации новых знаний, все больше, больше и больше. Оценка персонала сегодня, хочется нам или нет, того или нет, она идет все равно, не только потому, что люди исполняют непосредственно в своих рабочих местах, а извините, какие знания новые они генерируют. И это оценка персонала. И поэтому нам нужно было изменить целую систему образования в университете, цели подготовки студентов к жизни в информационном обществе. Ну и вот, в конечном итоге дальше, если исследовать этому, мы также поняли, что не подтверждается и ожидание серьезной трансформации университета только лишь от использования ЕКТ. Вот есть компьютеры, даже при таком достаточном насыщении компьютерами университета эффективность не достигается нужная. Они используются по любому, так сказать, назначению, но вовсе нет для цели вот такого достижения, такого устойчивого развития. Значит, мы также наблюдали, что идут очень быстрые изменения, связанные в организационных формах университета. Появилось огромное количество за это время университетов открытых, онлайновых, дистанционных университетов. В одной только Корее было разно создано 20 кибер-университетов и много-много таких изменений. Нам нужно было найти, мы классический университет, мы очный университет, как фулл-тайм университет, нам нужно было найти себя вот в этом многообразии организационных форм. И мы избрали для себя здесь такой путь, что если мы создаем контент в электронном виде, он доступен студентам, каким? Он доступен студентам, очень формы, и любой другой формы. Там, где есть доступ к интернету. То есть создание мобильного контента, доступного людям, где бы они ни находились. Хочу сказать, что все время работая в этом направлении, мы сталкивались постоянно с нашей законодательной базой. Значит, законодательная база не позволяла очень многого делать, как не позволяет она многое делать и сейчас. Все три закона, которые были выпущены в Советском, вот уже в новой России, за эти 25 лет, это все эти законы, вот относительно электронного обучения, они все были написаны вашим покорным слугой. Не моя льда в том, что последний закон, который был принят, я его написал 16 лет назад. Ну, это уже, так сказать, особенности страны. Вот. Нормативная база совершенно не подходила для этих форм. Ну и вот, если смотреть дальше, мы начали разрабатывать стратегию развития университета с одновременной реализацией реализации проектных решений. И одновременно мы работали до примерно 2004 года. Мы активно работали при поддержке Министерства образования. Образование и, так сказать, разрабатывали государственную политику. И в рамках этой государственной политики нам было, ну, достаточно удобно развиваться. С 2004 года все изменилось. Изменилась политика, это исчезло, мы остались одни, но мы продолжали развиваться, продолжали, так сказать, свой процесс трансформации. Значит, мы понимали наше развитие как бы внутренне технологически следующим образом, что эффективность мы можем получить, достаточно эффективность, мы можем получить при следующем условии, что все, весь учебный процесс, весь учебный процесс реализуется в сети, в интернете. Все студенты учатся через сеть, любой формы образования, очная, дистанционная, онлайн, не имеет никакого значения. Все преподаватели учебный процесс ведут только через сеть, все учебные материалы находятся в сети, онлайн учебные курсы находятся в сети, и весь менеджмент, весь свой функционал, все свои процессы, которые реализуются в менеджменте университета, особенно реализуются исключительно через интернет. интернет. Значит, почему мы, так сказать, если коротко сказать, почему мы сделали именно такой акцент? Значит, вы понимали здесь под качеством образования следовали следующие наши позиции. Значит, позиция такая, что студенты должны обладать знаниями и получать знания в реальном масштабе времени. Нам нужно было исключить эту 10-летнюю задержку, и мы сформулировали принцип, что вчера опубликован в интернете, сегодня доступно студентам. Поэтому под каждый учебный курс была создана база данных, именно база данных, которая ежедневно, ну, где помещаются сама, сами учебные материалы, так же, как у лабораторного практикума, так же, как у студенческих материалов, сейчас расскажу об этом отдельно, туда помещаются все подписки, которые идут с различных ресурсов, МРЦС-подписки, другие подписки на других ресурсах, ну, тематически и мы создали такие базы данных, у нас их получилось около тысячи таких баз данных, несколько раз меняли программное обеспечение, само программное обеспечение, обеспечивающее поддержку и развитие этих ресурсов, но в итоге мы получили такую интересную картину и получили новый интересный эффект. Учебный процесс был построен таким образом, что студенты не только пользовались этими базами, но студенты сами добывали знания и помещали в эти базы. То есть, мы обучали студентов добывать знания и генерировать знания. В каждой базе данных двух пределов форум, где студенты общались и не только студенты нашего университета. Эти базы были открыты для других университетов. По подпискам у нас с нами работало около 200 университетов и не только России, а в других странах, в том числе СНГ, очень много было. То есть, эти форумы обсуждались не только глобальные темы, а конкретные темы, которые дополняли тот или иной учебный курс. Пришли к ряду интересных таких решений. Что самое вначале были трудности такого рода. Сначала оказалось нам, мы много исследований проводили, это сотни исследовательских работ, которые были проведены до этого года, что дело, нам так касалось, дело больше сначала студентов. Что студенты, им трудно. Мы решили задачу таким очень примитивным образом. На первом курсе один семестр мы давали полностью от начала до конца как учиться в среде и веков. Студент в среде и веков. Потом этот курс очень быстро мы его укорачивали и укорачивали, перейли в онлайн, и у нас первые две недели в онлайне студенты создают первые зачет как учиться через две недели как они приходят в университет. Но оказалось более сложным это преподаватель среди июня. А еще сложнее это оказалось аппарат управления, весь менеджмент университета в среде электронных целей. Это оказалось еще сложным. Вот некоторые приемы, которые мы использовали в трансформации нашего вуза в отношении работы с профессорским преподавательским составом. Мы сформулировали принципы применительных оборудований. Это то, что было сформулировано Питером Сленко в так называемой обучающейся организации. Проведя исследование на эту тему, мы пришли парадоксально совершенно выводом, что университеты являются безусловно обучающими организациями, но почти не являются обучающимися. почти являются не обучающимися. Заставить профессора обучаться это труд великий. Я скажу, что для менеджмента университета задачи нет, для слабо нет. И мы нашли такие методы такой социальной, профессиональной и материальной мотивации, почему профессор должен работать в среде электронного обучения. Почему он должен создавать электронный курс, почему он должен создавать свой контент и все время с ним работать. Наисложнейшая задача, которая вначале казалась значительно более легкой, но потом она оказалась значительно сложнее. И вот развив принципы обучающейся организации, мы ввели такой порядок, что все профессора, абсолютно все преподаватели всех уровней, лаборанты и в том числе весь аппарат управления проходит ежегодно четыре курса под сертификаты. Притом довольно жесткой постановкой вопроса есть сертификат, есть контракт на следующий год. Нет сертификатов, извини, не повезло. И четыре вот мы за 20 почти пять лет более чем обучили более чем по 100 курсов, но это курсы все были связаны именно с применением информационно-коммуникационных технологий. Менялись операционные системы, менялись средства, мы опробовали на все большинство известных всех систем и ленинг, значит это и Blackboard, это и веб-сети, это и Ленинг-Спейс, и конечно в следующем итоге мы пришли и сделали свою систему под модул, потом в конце скажу, почему мы это сделали под модул, постоянно менялась среда, менялись понимания оценки качества, менялись понимания мониторинга качества обучения студентов, и этому мы обучали под сертификат, каждый должен был предъявить на следующий учебный год, если он хочет работать в универсальной и 4 сертификата. нравится, не нравится, но такая жесткая система. И это дало очень хорошие результаты на самом деле. Вот я сейчас спрошу, сегодня обсуждается очень важный вопрос, вообще для будущего университетов это очень важный вопрос. Я хочу спросить у аудитории, вот здесь есть представители структур управления университета, где мы находимся. Поднимите руку, кто вот это? Структуру управления непосредственно имеют в виду ректоры, проректоры, деканы, так вот, типа. Вот. Ну, вы, единицы. Нам же пришлось здесь переручить буквально весь состав и в конечном итоге, забегая так сказать немножко вперед, ну, я могу обратить ваше внимание на параметры системной трансформации, трансформации университета на основе использования ИКТ. Вот здесь на слайде видны они будут повторять вам, но вы это прочитаете и сами. Вот. Я хочу остановиться немного на оценках качества. Постоянно возникали конфликты и порой неразрешимые и фатальные конфликты с государством. Государство наше, оно пытается измерить качество образования как их свои из нас специфические могут. Значит, первое, здесь есть два соображения. Соображение номер раз, оно говорит о том, что вот 500 показателей, по которым сейчас МУЗ отчитывается перед министерством, 500 показателей коллеги из других стран держатся за столь, вам это наверное даже и не приснется. Да? 500 показателей. Могу сказать, что никакое качество образования эти 500 показателей не имеет. А уж если дальше, то они совершенно не могут быть измерены качества электронного обучения. Так просто поэтому ничего в поводу нет. И отсюда более того методы оценки качества, которые сегодня используются в оценке качества электронного обучения, это не есть методики продолжения предыдущих методов оценки качества. Ничего похожего. Если вы посмотрите на методики оценки качества, которые разработали ICDE, мы пользовались, и поскольку мы являлись разработчиками этой методики, мы все время проводили сертификацию по методике ICDE. Это не продолжение старых процентов, а это новое цель, принципиально новое. Также мы прошли сертификацию по Unique, вы знаете эту систему, кто работает на образовании FND, вот через ИП, мы проходили эти сертификации все время, ежегодно, ежегодно, нам это было важно, для того, чтобы увидеть свои бренды развития. Мы также проходили ежегодную сертификацию и поднадзорный аудит по ISO 9000. Это очень важный вопрос, потому что не передято процессное управление, я могу сказать, использование компьютерной технологии будет малоэффективно или неэффективно вообще. И вот я хотел бы еще предпринимание на такие вещи, что безусловно, что трансформация университетов классических это неизбежно. Никакой здесь альтернативы не существует. Проще, куда проще создать открытый университет, еще проще создать онлайн университет. Но трансформировать классический университет это задача очень тяжелая, но она как бы так это явление совершенно необходимое. По-другому потому что классический университет составляет большинство университетов мира, и все равно при этом трансформацию проходить придется она растянут до во времени и чем позже начнешь шансов дойти до цели будет все меньше и меньше потому что разрыв вот я хочу на примере России сказать насчет цены когда сменилось руководство пришел новый министр образования только-только в 12-м году и вот так убедили что давайте оценим вузы все российские университеты на предмет готовности к электронному обучению как они готовы что у них есть на самом деле как подготовлены кадры мы взяли мы тогда взяли на самом деле методику в России и они этой методике взяли оценку и возник такой серьезный фатальный парадокс что вузы которые являются так называемыми ведущими лидерами они они в этом рейтинге оказались ниже пятидесятых позиций это вузы в которых вложено громадное количество денег государства но на самом деле по этой позиции не оказалось лидер вузы лидер наш вуз был абсолютным лидером значит за нами шли другие вузы частные вузы там мы государственный вуз следующие государственные вузы нас были на расстоянии 10-15 лет такой серьезной работы это вызвало такую очень серьезную дискуссию опасную для руководства системы оборудования потому что то что так сказать декларировалось что это вузы такие федеральные исследовательские они самые ведущие оказалось что это на самом деле все не так это больше суть работы старых брендов с одной стороны ну или ну или пропаганды так сказать не более того это оказалось опасным потому что деньги были вложены не туда а туда куда их вложили никакой значительной эффективности это не дал и так мы достигли цели когда у нас 100% учебный процесс в сети контент в сети проблем создания с контентом не было не было внутреннего сопротивления между академическим персоналом и персоналом управления это всегда разный уровень квалификации и бесконечное трение эти трения были убраны достигнут достаточного уровня квалификации и управительского персонала и профессорского преподавательского состава ну а что дальше что в конце концов дальше это начало как бы начало нового нового движения нового серьезного движения и здесь есть ну как бы два вектора ну может быть параллельных но все таки они достаточно самостоятельного развития это самая большая эффективность и высшее качество образования наше понимание достигается при переходе к системе управления академическими знаниями вообще к системе управления знаниями и академическими и знаниями административного концерта Когда мы поняли, что это значит управление знаниями, как это может достигнуть, мы вынуждены были на 5-10 раз сменить свой ЛМС, переписали под МОДУ и перешли на систему управления академическими знаниями через метаданные, создание баз данных под МОДУ через управление через метаданные. Мы создали систему стандартов на метаданные, внутривозавшую систему стандартов. Конечно, за этим это такой взрывной эффект, потрясающий эффект. Если будет кому-то интересно, я готова рассказывать об этом и дальше. И следующее направление развития, оно появилось не у нас, оно появилось на Востоке, появилось в Корее, появилось оно примерно около десятка лет назад. Это вот создание смарт-университета. Мы разработали дорожную карту, расписали подробнейшим образом, что это такое. Такие вещи, как смарт-студент, смарт-преподаватель, смарт-кафетра, смарт-учебник и так далее. Эта работа тоже была проделана и весьма интересна. Но это тема отдельной старшей встречи. Когда-нибудь в будущем мы с вами обязательно встретимся. Ну и вот, мои координаты. Если будет вам интересно, вы можете мне написать, вы можете меня найти. Яркобы, абсолютно открытый человек мира. Спасибо. Спасибо большое за очень интересную и дающую надежду охраняющие выступления. И, на мой взгляд, очень правильно поставленный вопрос в конце, а что дальше? Потому что мы здесь обсуждаем интеграцию ИКТ в систему образования, изменения, открытое образование. Они, на самом деле, если выйти, выглядят немного за определенные сферы образования, например, в сферу ИКТ, мы видим, что там реальностью уже становится нейросети. Там реальностью становится не постгуманизм, как мы сегодня слушали от господина Вариса. Там реальность – это трансгуманизм и слияние человеческого существа с машиной, с компьютером. И там совсем уже другие, неофорфные интерфейсы, и совсем другая реальность. И по планам, которые абсолютно открыты, это реальность уже к 25-30-м лету постуток. Поэтому вопрос, что дальше, он очень важный и заставляет нас думать, как в одной из русских сказок. Одну я уже поберу, но другую смотри, и третью примечаю. И мне кажется, это для консервативного системного образования крайне важный подход. Спасибо большое. Есть ли вопросы в аудитории, как вам накоплено? Хорошо. Вадим, расскажите, пожалуйста, вы рассказали, как обстоят дела в сфере университета, а как вообще деятельность вашего совета, комитета, как обстоят дела с электронным обучением в корпорациях? То есть не в непосредственно сфере высшего образования, а в других сферах, где происходит профессиональное повышение квалификации и профессиональная переподготовка. Ну, мне на самом деле совсем просто, первый вопрос. Мои предучи именно этим сейчас занимаются. Старшая дочь, которая была ректором университета, она еще занимается сферой повышения квалификации в разных корпусах, а самая младшая, она владелец компании, называется «Еленый центр», вы можете посмотреть. Это разработка электронных курсов и система обучения вместе с вебсофф, они действуют для корпоративного сектора. Здесь я могу сказать, вот, в моем уровне, корпоративный сектор сейчас, это корпорации, они сами разные, это их, ну, их даже не возможно проклассифицировать, как и удобно. Это, скажем, железные дороги, это банки, это, скажем, это компания, международная компания, там множество разных компаний, которые сегодня заказывают огромное количество курсов для повышения, для внутреннего повышения квалификации. Одно время была мода на создание корпоративных университетов, сейчас она немного заглянулась, но я думаю, что это в будущем в экспертах есть, есть, потому что нельзя собрать в одном месте, ну, скажем, множество всех специалистов по своему спектру людей, которые работают в этой корпорации. Поэтому, а вот, собственно, здесь, конечно, самое приемлемое решение, но что здесь можно... Светлана Юрьевна, вот какие наблюдения? Наблюдения такие, что корпоративный сектор сегодня развивается очень высокими темпами. Вот, в смысле требований квалификации специалистов в области России, в области ЕКТ, очень высокими темпами. Я смотрю, что, какие они курсы заказывают, что они хотят знать, что они хотят иметь. И эти темпы развития сегодня, мне кажется, что уже можно сказать вполне на десятичный порядок, на порядок выше, чем темпы в университетах. И отсюда можно сделать вывод, но я не ручаю, что я могу это доказать прямо сразу, но вот, так, наблюдения мои говорят о том, что разрыв в уровне подготовки специалистов, которые готовят в ВУЗах и потребностями компаний, этот разрыв увеличивается. Увеличивается. Компании все меньше и меньше хотят брать специалистов из университетов, или если я не экипирую, то немедленно сразу переемочек. Так, как, Виталов? Спасибо. У нас еще один вопрос. Спасибо. Знаете, у меня несколько вопросов. Один из них. Вы сказали, что у вас число студентов увеличилось более чем 100 тысяч, а вот число преподавателей стало больше, стало меньше. Форма огоньки изменилась, я понимаю, да? То есть преподаватели уже больше, скорее, методистов. И еще один вопрос по поводу формы контроля работы студентов. Это тест или что это? Выясните, пожалуйста. Хорошо. Относительно преподавания. Так, преподаватель, количество преподавателей, конечно, увеличилось, но не в той пропорции, как она растет, скажем, в общем образовании, там, 1 к 8, 1 к 10, по разному, да? Конечно, это не так. Мы шли в такой путем, что в электронных технологиях обучения затраты, человеческие затраты преподавателя, они меньше, но интеллект у него должен быть выше. Поэтому мы наводили меньшее количество преподавателей с более высокими зарплатами. И за что я подвергся в свое время, будучи ректором, вот такой жесткой критики со стороны министерства, зачем, как бы, там, гонишь такую высокую зарплату для преподавателей? У нас была самая высокая зарплата в Москве по этому поводу. По поводу оценки качества образования. Приемов много раз, да? На этот вопрос, ну, одним, одно сложно не ответишь. Значит, разработаны, ну, подробнейшие методики, но не только методики, но и софты, поддерживающие, контролирующие действия деятельного студента на каждом технологическом переходе. Более того, контроль качества образования в электронных технологиях значительно выше, чем контроль качества за обучение студента от классических аудиториях. Никогда преподаватель классической аудитории не обеспечит такого контроля качества, как можно достичь электронных технологий. Спасибо. Спасибо. И у нас есть еще время для последнего вопроса. Я прошу английского. Recently, we are discussing the question about whether it is mandatory, obligatory to attend lectures for students. In traditional, conventional universities, there is a question as well. Sometimes, for bachelor's students, master's students, because now they live and born together, you know, and combine different different occupations. Then, when online studies appear, there is also the question about attendance, whether the attendance should be mandatory in a synchronous mode, a synchronous mode, what are only other types of participation of manual trade. In our university, now, when I come back, we are going to vote, because the Senate needs to voting for the right rate indeed, and our decision. And it's very difficult to decide. And I know that there is no simple answer to this question. But what do you think? If you have to vote, would you have a nice, or maybe just one more discussion about it? No, I have a question. No, I have a question. I have a question. I have a question. I was going to be here with the executive committee on the ESEC on the DUMB. And it was the 6th DUMB. I have a question. I will start with the 2nd. I am the director of the ECTS. It is not in the EECT of the education. It is a question of discussion, that is a kind of moral debate. к сожалению. Сфера образования это единственная сфера образования, на мой взгляд, которая является самой консервативной из консервативных. Значит, кто-то продает это как, что это благо, что система образования не может меняться быстро, я лично этой точки зрения не придерживаюсь. Если не будет меняться система образования, но так как меняется микропроцессор с такой же скоростью по закону Майкла Мура, то я думаю, что у университетов шансов на выживание будет немного. Но усиленно держится за те старые приемы. Очень хотелось, чтобы у нас так бы все было. И классное посещение, электронное обучение, вот оно все вот так и было. Но так не бывает. К сожалению, так не бывает. Получается следующее, что если вы контролируете посещаемость, забудьте про электронное обучение. Зачем оно? Ну и работайте в классе. Рассказывайте студентам сказки так, как вы рассказывали. Вот, а дальше электронное обучение здесь не нужно. Ну, а если говорить, что студентам предоставляется право на шикарные идеи, студент сам выбирает, как ему учиться онлайн, если курсы есть, контент есть, да, сам выбирает, как ему онлайн или фулл-тайм приходить на занятия. Мы проводили такие исследования. Одну минутчек, пожалуйста. А дальше, да, мы проводили эти исследования. А что произойдет, если вы, допустим, студентам сказали, вот завтрашние недели вы можете ходить на занятия, можете не ходить. И мы, будучи ректором, то есть я провел на трех факультетах вот такой эксперимент. Ну, группу, ну, с 40 или с 40. Вы можете ходить, можете не ходить, можете онлайн обучаться. Что произошло? Это очень интересный вопрос. А произошло следующее. Примерно в 40% студентов, они не приходили на занятия, но приходили сдавать экзамены обычным путем профессора, как давали раньше. Как прекрасно преодолели, самостоятельно научились, и никаких трудностей в них не вызывали. Еще, например, в 30% у них возникли трудности, но мы уже говорили. Вы можете приходить на консультацию. Ну, когда вопрос, если вам надо, вы записываетесь к профессору на консультацию, он вам окажет консультацию. Ну, вот это было 30%, которые не смогли, вот, по каким-то причинам, сами, так сказать, пройти курс. Но это не вина была студентов и не сложности, хотя и уровень квалификации студентов, и их способности тоже влияют на это дело. Ну, и курсы еще были не совсем уж хорошие, так сказать. Ну, тем не менее, и вот, смотрите, 70% студентов, которые самостоятельно, ну, вполне удовлетворительно занимаются. Но 30%, которые не смогли. Даже заявив о том, что они могут не ходить, они хотели бы не ходить, ничего из этого не вышло. Им нужно обязательно, чтобы им кто-то проживал, проживал, рассказал, да еще проследил, как там он усвоил, да еще позадавал ему вопросы, ну, да, как он там понимает и так далее. Это вот такая вот реальная ситуация. Я ответил на ваш вопрос. Если бы я был членом вашего сената, я проголосовал бы за свободу студентов. Пожалуйста, ребята. Но здесь возникает масса всяких вопросов. Уменьшается нагрузка на преподавателя. И опять это старый анахронизм в подсчете трудоемкости там и так далее. Но это, конечно, я думаю, что, я не знаю, как у вас в Литве это все происходит, но я знаю, как хорошо в России у нас методики подсчета трудоемкости преподавателей, они существуют с начала где-нибудь 20-го века. Они не меняются. Ну, может быть, даже с 19-го вообще пришли. Сегодня новые, к сожалению, ну, они не сильно приживаются. Я с многими университетами мира контактировал на эту тему. Ну, например, скажем, в Корее таких ограничений нет совсем. Там заработная плата преподавателя не увязана. И как и в Штатах она даже не увязана с Табурской. Если это у вас так, я голосую у вас. Считайте, у вас голоса нет, есть заочный, да? За то, чтобы вот переходить на такое электронное обучение. Спасибо большое.